Всем привет! Хочу записать рефлексию по писательскому марафону. Сегодня у меня 54-й день. Он еще не написан, но я уже знаю, о чем я буду писать. Сам марафон идет 33 дня, писательский марафон. И потом можно продолжать делиться своими постами в Telegram-чате. И лучшие из них будут попадать в аккаунт самого марафона. Так вот, что же мне дал этот марафон Нелли? Во-первых, я поняла, что я люблю писать больше, даже больше, чем я думала. И раньше я проходила разные курсы, и там все давалось с точки зрения структуры. Там вот это, потом это, потом должно быть вот это. И как это все расписать? Все в этом духе. То есть от головы. В этом же марафоне акцент идет на чувства. И я поняла, что я так люблю писать через чувства, что посты они всегда есть, потому что каждый день будут какие-то чувства. Может не быть каких-то мыслей, идей, хотя когда что-то планируешь обычно, но оно очень редко совпадает, что ты именно это и напишешь. А чувства, они всегда есть. Они могут быть разные. Может быть радость, может быть злость, агрессия, гнев, печаль, восхищение, восторг, принятие, мягкость, нежность. Очень много разных эмоций. И я убедилась, что даже когда нет мыслей, я все равно напишу пост. Я приняла своего внутреннего творца, потому что я отвергала, возвращалась, ходила кругами. О, я так люблю писать! А потом, ну что я буду? Ну текст это что? Ну блин, это не серьезно. Все равно что-то в голове такое было. И я уходила от этого, искала что-то другое, что-то снова. А сейчас я поняла, что это жизнь. Слово это то, что идет из меня, то, чем я живу, что меня исцеляет, что меня наполняет, вдохновляет. И это классно. А еще, благодаря марафону и тому, что я продолжаю писать дальше, вообще с Нелли я научилась как-то больше не подавлять эмоции, чувств, их выражать. Большей частью, ну все равно где-то что-то есть, это, наверное, есть у всех, может быть нет. Вот, и я поняла, что вот эти тексты каждый день, они мне нужны для того, чтобы я просто выплеснула из себя какие-то чувства, какие-то эмоции, которые во мне есть, и я через взаимодействие с кем-то, например, их не выплеснула. Или, ну вот почему-то, почему-то они не вышли. Я могу написать пост и выразить их. И это для меня своего рода терапия. И еще через марафон я научилась чувствовать себя. Я научилась обращать еще больше внимания на чувства и слушать не свою голову, хотя, ну периодически все равно я ее слушаю, но я настолько прям чувственно, как-то ярко, тонко стала чувствовать себя, свои желания, свои чувства, ощущения, то, что идет из головы, а что идет от сердца, и это настолько оценно. И если вдруг вы любите писать, и вы еще не на марафоне, добро пожаловать. Если же вы не собираетесь заниматься текстами, хотите выражать чувства, хотите перестать подавлять себя и слушать себя, марафон для вас. Марафон вообще просто для вас, потому что слово есть в этом мире. Потому что, потому что это чудо, чудо-марафон. Всех приглашаю. Нелли благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok